Продолжение следует... Анна Валерьевна, наша встреча не случайна. Впереди Международный день защиты детей. Хотелось бы знать, собственно говоря, крымским детям в случае защиты их прав, на кого можно полагаться? Какие, собственно говоря, законы регулируют вот эту вот сферу особого права несовершеннолетних в Крыму? Ну и, наверное, какие права чаще всего в Крыму, по мнению, опять же, наверное, тех же несовершеннолетних нарушаются? Ну, на самом деле, практически все законы Российской Федерации регулируют вопросы прав и обязанностей несовершеннолетних. Необходимо также обратиться к Конституции Российской Федерации, которая в первую очередь регулирует все эти вопросы. Существует также еще ряд других законов, которые более расширенно разъясняют эти все права и обязанности. То есть, кто должен следить за правами, какие права у детей есть. Это семейный кодекс как основа вообще семейной жизни на территории Российской Федерации. И существует отдельная глава в семейном кодексе, которая регулирует именно эти права. Также существует ряд и республиканских законов, в том числе и об органах опеки и попечительства, как один из органов, который, в принципе, осуществляет контроль за защитой прав несовершеннолетних. Ну, если обращаться к семейному кодексу, то ребенком у нас считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. И все права, которые, в принципе, наделен гражданин, они также перетекают на этих лиц, которые не достигли 18-летнего возраста. Ну, необходимо обратиться, конечно же, к праву на жизнь, право на воспитание в семье. То есть, это основа конституционного, что называется, права, которое вы с самого начала сказали. Также конституция предусмотрена на право на образование, так как одна из основ, то есть, образовательная система наша дает основу вообще жизни человека-гражданина. В том числе и ребенка, который закладывает в него всю основу его последующей жизни. Также имущественные права у нас, также дети наделены, то есть, ребенок может принимать в дар, может распоряжаться этим имуществом. Ну, естественно, до определенного возраста это согласие родителей. Непосредственно сам ребенок может распоряжаться своей стипендией, заработной платой, если он уже трудоустроен. Ну, и, конечно же, осуществлять дар, передачу в дар и, в принципе, продажу и куплю другого имущества. Ну, самыми распространенными, которые вы скажете, права, это, естественно, жилищные права, то есть, ребенок имеет право на жилье и на надлежащие условия, в принципе, жизни. До определенного возраста, естественно, до 18 лет, с этим правом наделен каждый, ну, естественно, после 18-летнего возраста. Но до 18 лет обязанность родителей возложена на обеспечение именно права на жилище. И говорить о том, что права ребенка, это только права ребенка, нет, это и обязанность родителей, в первую очередь, и лиц, которые их замещают. А кроме обязанностей родителей, наверняка у ребенка тоже есть какие-то обязательства, потому что раз у человека есть права, значит, стало быть, есть и обязанности. Да, конечно. Вот у несовершеннолетних в Крыму какие права? Точнее, какие обязанности по соблюдению чужих прав надо полагать? Ну, естественно, мы не забываем о принципе, что права одного гражданина не должны нарушать права другого. И, в принципе, эта грань называется обязанностью. То есть, реализуя свое право, несовершеннолетний должен, в принципе, обращать внимание на то, чтобы, реализуя это право, он не нарушал права других лиц. На сегодняшний момент можно говорить о том, о нескольких рядах обязанностей. То есть, это, к примеру, походы в школу. У ребенка есть право на образование, но, тем не менее, он имеет обязанность соблюдать все правила, которые возникают при учебном процессе. Это не нарушение устава, к примеру, образовательного учреждения, соблюдение поведения, не срывать уроки, как это можно назвать. В принципе, не наносить телесные повреждения кому-либо из сверстника. А вот скажите, пожалуйста, Таня Валерьевна, вот между тем, вот все то, что вы говорите об обязанностях, особенно, которые регламентируют там особый образ поведения, ну, например, в школе. Ведь надо полагать, детей кто-то извещать об этих обязанностях должен. Ну, вот в крымских школах, да и вообще в школах, в школе 21 века, разве есть такая практика молодого человека, который в 7-летнем возрасте переступает порог в школе, школы известить о том, что он имеет право и имеет определенные обязательства, и поставить его в известность о той ответственности, которую он будет нести. Разве эти вопросы не с родителями обсуждаются? Это обсуждается естественно с родителями, есть такой механизм, как родительское собрание, когда родителям доносятся до сведения все требования и при приеме в образовательное учреждение. И, в принципе, как ребенок ведет себя, то есть никто не отменял такую функцию, как написать дневнике, там, плохое поведение, либо вызов родителей в школу. Но на сегодняшний момент еще есть такая процедура, как правовое просвещение, в том числе и органов прокуратуры. Всеми прокуратурами и города, и районов города Симферополя проводятся профилактические беседы, лекции по вопросам именно поведения несовершеннолетних и их ответственности. А с кем вы проводите вот эти самые беседы? Непосредственно с учащимися. То есть это проводится лекция на уроке, приходит сотрудник прокуратуры и объясняет детям, как им нужно себя вести, чтобы не допускать каких-либо моментов, когда его могут привлечь к административной ответственности, к уголовной ответственности. Насколько эффективны такие встречи, на ваш взгляд? Может быть, есть или был бы смысл эти встречи сделать более регулярными или какие-то концептуальные правки внести в ту систему, которая уже обкатана? На сегодняшний момент могу сказать, что детям довольно интересно общаться в живом диалоге с правоохранительными органами, проведение совместных лекций с органами полиции. Это довольно-таки широко практикуется, и управление образованием привлекается к этим всем процессам, и сами учителя готовятся к этому процессу. Но когда это проводится в оживленной форме, также на сегодняшний момент у нас на территории города Симферополя функционирует комиссия по делам несовершеннолетних о защите их прав, и все правонарушители, которые привлекаются к рассмотрению административных материалов за нарушение действующего законодательства, они также в своей мере проводят лекции по тем ситуациям, которые возникли в их жизни. А что это за правонарушители? Кто больше всех нарушает права несовершеннолетних? Другие несовершеннолетние? Или речь идет о другой категории граждан? Ну, идет речь о том, что у нас запрещено курение несовершеннолетних, распитие спиртных и спиртосодержащей продукции, это нарушение общественного порядка, естественно. И все лица, которые были пойманы на этом, в принципе, привлекаются к административной ответственности, рассматривают... Ну, то есть, опять же, не лица, видимо, их родители? Или здесь, в данном случае, идет конкретно о несовершеннолетних? Нет, при достижении 16-летнего возраста, это у нас возраст административной ответственности именно несовершеннолетних, кто привлекает... Что она предполагает, вот эта самая административная ответственность, о которой вы говорите? Ну, мы говорим о том, что это, в первую очередь, естественно, штраф. То есть, самый распространенный это штраф. Если статья предусматривает предупреждение, то, естественно, рассматриваются материалы объективно всеми членами комиссии. А кто имеет право оштрафовать несовершеннолетнего? То есть, речь идет о какой-то особой процедуре, которая в этом случае продумана особым каким-то регламентом, или, условно говоря, представители органов внутренних дел, представители патрульно-постовой службы могут остановить подростка и прямо там на месте его заставить расплатиться? Нет, естественно, нет. То есть, когда сотрудники полиции, в принципе, вылавливают такое лицо, находят его. То есть, оформляется протокол, все как положено? Оформляется протокол, естественно, устанавливаются его характеризующие данные, то есть, запрашивается характеристика с места учебы, либо с места работы, если есть место работы. И формируется административный материал и направляется в комиссию по делам несовершеннолетних. Но там же по накопительной системе бесконечно это все продолжаться не может. Или эти протоколы могут сколько угодно на одного и того же человека оформляться? Нет, это, естественно, по одному и тому же. Правонарушение не привлекается дважды, это законодательство предусмотрено. Но если лицо в период, к примеру, двух дней дважды был обнаружен сотрудниками полиции, то, естественно, это будет два протокола ввиду того, что это разные события. Анна Валерьевна, ну вот все-таки прокуратура это надзорное ведомство. То есть, надо полагать, вы не самими фактами преступления интересуетесь, вы надзираете за контролем над этими процессами. Вот роль прокуратуры все-таки в защите прав детей, она в Симферополе, в Крыму, в чем выражается? Ну, на самом деле, она довольно-таки одна из основных видов деятельности органов прокуратуры. И соблюдение прав и обязанностей, в принципе, несовершеннолетних является приоритетным направлением, одним из. И если говорить о практике, то при поступлении заявления, при выявлении самостоятельно в текущей деятельности органов прокуратуры, выявлении этих фактов, то проводится, естественно, всесторонняя объективная проверка, то есть проверяются органы. Много таких проверок в Симферополе проводится? У нас вообще часто нарушаются права несовершеннолетних? Ну, на самом деле, часто. А по каким статьям эти права нарушаются чаще всего? Ну, самое распространенное, естественно, это образование, это здравоохранение. Это речь идет об учреждениях, которые отказывают несовершеннолетним в праве на получение этих услуг? Не только отказывают, есть нарушение, недопуск, либо неправильно выявлено лицо, которое не ходило, и органы образования никаким образом не повлияли на то, чтобы ребенок вернулся на образование. А как вы узнаете об этих эпизодах? Что служит сигналом? Родители обращаются? Ну, благодаря общественности, благодаря также и школам, которые сами обращаются к нам, чтобы провести проверку. Также это сотрудники полиции направляют нам информацию о том, что да, есть такое лицо. Анна Валерьевна, а вот вопрос, наверное, который очень многих интересует, именно несовершеннолетних. Сам несовершеннолетний может обратиться в надзорное ведомство, в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку тех либо иных действий, ну, начиная от родителей, заканчивая учителя, сотрудника правоохранительных органов. Его заявление будет учитываться? Если да, то как? Конечно, да, конечно, у нас законодательством предусмотрено, что с 14-летнего возраста лицо самостоятельно может обратиться с заявлением о том, что его права нарушаются. Есть такие у нас симферопольцы, которые, достигнув 14-летнего возраста, обращаются? Ну, в органы прокуратуры не обращались еще. Ну, наверное, это позитивный момент, что все-таки не все так права нарушаются несовершеннолетние. Спасибо большое, Анна Валерьевна, за ваш компетентный комментарий. Удачи вам в вашей очень непростой работе. Спасибо большое. Мы не прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин